25 октября 2021 года Кожападбхи Наштар Махараж дает Бхагава Цептаху на городе Винод Гаудия Матхариндава. Итак, кто такие праджи-гопи? Праджи-гопи – это настроение Матхи Радхарани, а Сакхи – это проявление Балады во Прабу. Итак, Индра в чём? Что он думал? Он думал, что вражеватия принадлежат ему, что вражеватия – это моё царство, вражеватия – его собственность. И семь дней, как Кришна хотел семь дней провести фестиваль. Он думал, что так сложно мне встречаться с гопи, с праджи-гопи, быть со всеми вместе. Особенно встречаться с гопи было сложно, хотел побольше вражеватиями провести. И поэтому он устроил эту лилу, когда Индра попадает в иллюзию и хочет смыть вражу. На самом деле, Кришне приходится немало усилий прикладывать, даже много усилий прикладывать, чтобы встретиться с Матхи Радхарани. Это было очень сложно. Но теперь они Кришна поднимают дни Радхарани, и все вражеватели собираются под ним, и он имеет возможность получать нашу душимость Радхарани в течение всех семи дней. Как в переполненном автобусе? Радхарани говорит, что если он просто посмотрит на Кришну с угаском, бросит взгляд из уголков глаз, то Кришна на его флейта падает, на хиру падает. Он сам сбит с толка, и тут Матхи Радхарани прямо перед Кришной и Кришной пошатнулся, и Гириадж тоже стал дрожать. Огромный Гириадж Ковардхан держит на мизинчике левой руки, поэтому вражеватели взволновались. Когда друзья говорят, что Кришна, что ты делаешь? Если Гириадж Ковардхан упадет, то его все погибнут, поэтому стой крепко, стой смирно. Ашма Тирдхарани смотрит на Гириадж Ковардхана, дневно посмотрела. Если ты только упадешь, она ему говорит, я тебя сожгу. В залом. Если ты хотя бы немного достаешь беспокойство Моему Возлюбленному Кришне, то я тебя сожгу, говорит Ашма Тирдхарани. Сакхи сказали, на самом деле это не Кришна понял Гириадж Ковардха, а на Кишаре Шма Тирдхарани подняла. И есть следующая причина, по которой Кришна поднимал Гириадж Ковардхан. Мало того, что просто встретиться с Мириадж Ковардхан, с Ашма Тирдхарани. Кришна готовил танец разу, потому что он должен был как-то впечатлить героиню, впечатлить Вириадж Ковардхан. И для этого Кришна провел две лилы. Он танцевал на головах в Смея Калия, и вторая лила поднял Гириадж Ковардхан. Так же, как герой, он, чтобы впечатлить героиню, он защищает ее от бандитов или какой-то еще делает такой неординарный поступок, что впечатлить героиню. Итак, во враче только один герой, Ван Тирдхарани. А кто героиня во враче? Врача Гопинь Шиматердхарани. Кришна танцует на головах в Смея Калия, показывая всем. Некоторые люди танцуют на стеклах, некоторые на веревках. Некоторые танцуют даже на веревке Дзижана Головинецов, как у шинов, но никто не танцевал еще на головах в Смея. И Кришна двигался настолько быстро, что все были просто поражены. И еще вот вторая элила, которую он сделал, чтобы впечатлить Гопи, это он поднял Гиряш Ковардхан. Видя это, Врача Гопи полностью предались Кришне Свой ум, Свою ум и сердце отдали Кришне. И когда Кришна остановил поклонение Индре, И Индра думал, что каждый год Аржаваси празднует Пхатадзин, поклоняются Мне, а в этом году ничего. Он отправил своих шпионов, чтобы все узнали, что там происходит. Все убедились, что все Аржаваси приготовили очень много вкусных отношений, но все это было предложено Гиряш Ковардхану. Целый год. Один раз в год Индре предлагали столько много всяких вкусных блюд. И он расстроился. Уж хотя бы раз в год я хотел столько много праздников. Хотел ощутить. А он достался кому-то другому. И Индра не на шутку разозлился. Он начал тогда Аскара блять Кришну. Но Шуда Сарасвати, она приелась у меня на языке, перевернула все эти оскорбления в прославление. Так, Кришна. И Индра позвал облакацию в Артеке, которая уничтожает Вселенную, и приказал им смыть вражь. С лица земли. И они начали свое дело. Струи были толщиной с ногу слона. И тогда Пржаваси сказали, о, Кришна, посмотри, вот мы Индра Пуджа остановили по твоим наставлениям. И что получилось? Тогда Кришна сказал, не волнуйтесь, мы же поклонялись Ираджу Ковардхану. Он точно спасет нас. Давайте продолжим поклонение Ираджу. Так же, как ребенок поднимает зонтик, так Кришна поднял Ираджу Ковардхану. Он сказал, вражаваси, не волнуйтесь, примите прибежищу Ираджу Ковардхану. И все вражаваси зашли под Ираджу Ковардхану. Ираджу Ковардхану. Ираджу Ковардхану. Ираджу Ковардхану. То есть остальных вражаваси и коров. Миллионы, миллионы. Как все они поместились под Ираджу Ковардхану. Ираджу Ковардхану. Ираджу Ковардхану. Ираджу Ковардхану. Ираджу Ковардхану. Он сказал, А Garcia не волнуйся. Ты можешь отдохнуть и опустить свою руку, а мы поддержим Ираджу Ковардхану. Он maritime говорит, что вы никого не сможете сделать. Они говорят, да, Кришна, ты пил, как бы, ты только, думаешь, ты только такой сильный. Мы тоже много молока пили, и Кришна чуть припустил руку, и все палочки начали ломаться, которыми они подбирали Гирадж Гвардхан. И они тогда закричали, Каная, Каная, нет, ты уж лучше, ты держи. Ама Майшота, она кормила Кришну Макканом, пассажировала его руку, если 5 минут хотя бы подержите, 5 минут пустую руку вверх поднимите, а 7 дней Кришна держал, еще и гору держал, а здесь Кто был на Гирадже Гвардхане? То есть, чтобы обойти Гирадж Гвардхан, 7-8 часов нужно, и Кришна поднимал Гирадж Гвардхан на мизинчике, на кончике мизинчика, на кончике ногтя. Даже не просто мизинчиком, а на кончике ногтя, в левой руке. Сейчас, так называемые Багаваны, они показывают фокусы людям, считают, ой, это Багаван, это же не так. Вот Кришна, какой он совершил поступок. Никто так не может сделать. И Кришна танцевал на головах змеи Кали. Господь три раза выпивал огонь во врача. Пожар. Так называемые боги сейчас, люди, которые подражают, они говорят, вот, как бы колотут там себе огонь. Какой-то фокус показывают, как съедают огонь. Но Гвардхан говорит, что люди им доверяют, просто потому что они читают Рамайну, Багаватам. И люди говорят, Моди, он столько рабочих мест обеспечивает, наверное, он Багаван. Но люди просто не читают шастры, поэтому они не знают, какие деяния совершает Багаван. Говорится, что Багаван этот обладает шестью достояниями в полной мере. Красотой, шварей, силой, богатством, отречением. Не просто этот мир, эта вселенная, а и численное число вселенных, он хозяин всех. Лакшми слушает, слушает, и численное Лакшми слушает. Так, Яша, значит, слава. Его славу воспевают все. Шри, значит, красота. Господь никогда не стареет. Господь Рамачандра, он правил одиннадцать тысяч лет и не постарел ни капли. Вы видели его усилие по бороду? Нет. Мат, сутья, когда-нибудь постарела? Нет, никогда. На Бакишор, Матавар, он вечно юный. Никогда его возраст не поднимается больше, чем четырнадцать с половиной лет. Господь никогда не умирает, никогда не стареет. Когда Рамачандра возвращался в непроявленной обиде, тогда спустился Биман с небес, и они все совершили омовение в реке Сраева. И они выходили из реки уже в четырех рукой форме и садились в этот Биман. Господь, понимает, чтоiant не бойтесь, не бойтесь. Никто не бойтесь, будет пребываться больше в этом. Нич paralельно приходилось. Ничи были, что лени и лени и лени и остаются, Господь, как молитву великолепие, судьба в мире, Господь, под которыми я безлечески – судьбу гаур и лени и молитвы. Господь, как молитвы сказали, Господь, я счастлива, они на октябрь, и смотрели. Господь, как молитвы казалось, Когда Кришна держал Киража Вардхан семь дней. Когда Индра отправил своих слушателей, он посмотрел, что происходит в Раджа. Один перешел и говорит, что ничего не происходит, он сказал. А второй пришел и увидел, что в Раджавате они проводят фестиваль. А второй пришел и увидел, что в Раджавате они проводят фестиваль. Раджавате. 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 Раджавите. Раджавате. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Та же самая Шурпанакха пришла к Амси. Это Кухша. Она сделала очень красивый Шрингар, украсила, поставила самосилыки, и друзья говорят, Кришна, мы взяли у нее как бы по ее услуге, теперь мы должны, ты должен как-то с ней рассчитаться, и Кришна взял, наступил ее на носки и за подбородок ее вытащил, вытянул, сделал ее очень ровной, и она стала выглядеть очень красиво, просто от прикосновения Кришны, как Абсара стала выглядеть. Она даже сама не могла поверить, что это она. Она тогда взяла Кришну за накидку и сказала, Кришна, ты подарил мне эту красоту, поэтому ты должен наслаждаться этой красотой. Кришна говорит, а сейчас не волнуйся, я желание, как только убью Камсу. И когда они пошли дальше, не увидели огромный лук с Шивой, когда… Однажды Парушарам вызвал Камсу, ну как бы как-то вызов бросил, сказал, если ты такой сильный, подними этот лук, и тот поднял лук Шиву, потому что это было очень, почти невозможно сделать. И тогда Парушарам был доволен, сказал, хорошо, забирай, пусть он будет твой. Но когда Кришна Парушарам пришли, они взяли этот лук. Продолжение следует... И так же, как Господь Рамачандра легко поднял лук и на тетиву, так же лично поднял этот лук, и когда пытались натянуть тетиву, то сломали этот лук, и он издал такой сильный грохот, так и сказал, о, да, о. Живя в Арадже, у нас никогда не было насыщего оружия, и эти прибежали, там эти охрана, и Кришна говорит, мы никогда не брали оружие, но в Арадже у нас не было оружия, поэтому ты держи половину лук, и я беру половину лук, и они этими половинами всех разогнали, и тогда эти охранники, они побежали к Камси и все доложили. И тогда Камс начал критиковать Нараду. Он этот Нарада посоветовал вызвать Кришны Балараму, но теперь, теперь, как мы сможем убить, они такие сильные, подумал Камс, и он еще больше перепугался. Повсюду он видел Кришну, он всегда думал о нем, потому что очень боялся его. Когда он сказал Чару Муртику, приготовиться к борцовскому поединку. И когда Кришна Баларам пришли туда, там есть место Холли Гейт, это место, где Кришна убил сумасшедшего слона, которого Камса отправил. Они тогда убили этого слона, оторвали ему бивни. Когда они зашли на борцовскую арену, все видели Кришну по-разному. Женщины Матхуры смотрели, видели, ой, такой ребенок маленький, как он сможет помороться. Все девушки молодые не думали, что это сам Копидон. Все Риши видели, что он партапо как-то. У меня сейчас не всего 10 с половиной лет, а Чару Муртик, они огромные. Как бороться с ним? Мы же дети, как мы будем бороться? Это не справедливость. Наверное, это говорили зрители. Тогда демоны возразили, что вы не просто дети, вы только что слона убили. И Кришна и Баладев начали сражаться с Чарой Муртиком. И все смотрели на поединок и были очень удивлены. Так же, как вот этот самый, когда этот белье в прачке моют, они берут его, так через голову бросают, их об землю бьют. Так же, Кришна взял этих борцов и об землю их стукнули, таким образом убив этих борцов. А все остальные партии просто убежали. Все демоны подумали, а что же теперь с нами будет. Кришна, когда приказы дает своим солдатам, атакуются. А Кришна думает, о, дядя, ты сидишь на возвышенной стене, он подпрыгнул. И Кришна схватил Канца волосы и бросил его на землю. И Кришна запрыгнул ему на грудь и Канца давил тело. И Шон и Канца начали плакать. И тогда он сказал, о, тетя, мой дядя был на самом деле очень хорошим человеком. Я пришел просто повстречаться с ним, и так получилось, что он оставил тело. Я даже не знаю, говорит Кришна. И поэтому, говорит, это как-то странно, сам нелепо упал. Хорошо, что я сверху на него, наверху-сверху был, а иначе я бы тоже умер, если бы я снизу был. И тогда они сожгли тело, Камсы, и на Вишрам-гате стали отдыхать. В Писахаху говорится, что тот, кто приходит на Вишрам-гате, совершает омовение. То мы вращаемся в самсаре, и много проблем получаем. И если мы на Вишрам-гате совершаем омовение, то мы как бы отдыхаем от этих проблем. Получаем возможность отдохнуть от этих, кто-то. Однажды Емуна сказала, я имею в виду свою сестру, я. Поэтому, говорит, переводчик уменялся. Поэтому, говорит, если у вас есть возможность восстановления Вишрам-гате, то обязательно это сделайте. Итак, Джарасанда, чтобы хотел отомстить за Камсу, он забирал армию, нападал на Мадхуру 17 раз, на Кришна. Кришна убивал, но самого Джарасанда не оставлял живых, чтобы тот собирал новую армию, приводил, чтобы уйти их демонов. И, так, Кришна был не женат еще. И Кришна должен был жениться на 1868 женах. А в Сатирюгу был царь, который однажды отправился на Брамалоку. И он хотел спросить Господа Брама, совет, кого замуж вы для своих дочерей. И когда этот царь вернулся обратно... То есть, пока Он был там, то прошло много времени, потому что на Брамалоке немного времени, а на земле это огромный промежуток времени. Итак, в конце... Поэтому Господь Брам сказал, два пара югу придет Кришна-баладев, поэтому просто своей дочери отдаю за Кришну. Итак, и Ревоти, и Ревоти Одесса Баладева. И когда они пришли на... То есть, ну, как бы, Ревоти была гораздо больше, она же была из прошлой юги. А Баладев был намного ниже, и он тогда взял лугом своим и уменьшил ее рост, взял за плечо, уменьшил ее рост до своего. Таким образом, Баладев женился на Ревоти. В 11-й песне... В 11-й песне это про то, как мы можем дать сучь Господа. Потому что в 10-й песне описаны Лилы Бхагавана, а в 10-й песне, да, в 11-й, процесс, как обрести Кришна-приему. Новые генды общаются с ними, Махараджем. И в Стеф Махараши хотел провести Махашанти Ягью, чтобы вылупить все-таки про мир во всем мире. И когда Ягья уже началась, они видели, как сияние спускается вниз, и это сияние. Это был сам Нарада. И все говорили, а, мы должны остановить Ягью, потому что Нарада пришел. Нарада, чисто преданный, его посадили на Авиасасану. И это омыли ему стопы, и в Стеф Махараши раздали всем Черенаприту. И это омыли ему стопы, и в Стеф Махараши раздали всем Черенаприту. В этой шлаке говорится, что человеческое тело очень редко. Вращаясь, среди 8 миллионов 400 чудов жизни, человек обретает редкую человеческую форму. Поэтому очень сложно увидеть Бхагаванта Шри Тарши Бхагавана. Но это можно сделать только по милости предного Господа Вайкунка Приятаршина. Итак, вращаясь во всей Вселенной, очень редко по особой удаче можно получить даршин чистых преданных Господа. Когда Бхагавана встретил Бхагавана, Бхагавана сказал, «Сегодня точно я предъявлял милость Бхагавана, потому что я получил возможность увидеть великого преданного Господа». Когда он встретился с Хануманом, и так, когда Шри Тарши Бхагаван встретил Хануманом, и сразу он понял, что я встречусь с Бхагаваном. И поэтому, когда Бхагаван Махараш приказал сновидеть Махашанти Ягью, потому что даршин чисто преданного гораздо превосходит то, что они хотели от этой Ягьи. Душа вращается из жизни в жизнь, и по великой удаче она может получить даршин чистого преданного. Поэтому говорится, что даршин преданного гораздо даже важнее, чем даршин Господа, самого Господа. И теперь все стали спрашивать Судуга Свами, «Каким образом нам, как душа может привести покой?» И тогда народа Моя Мони. И Судуга Свами рассказывает, и они стали спрашивать, как привести покой народа. И он начинает рассказывать, «Почему мы беспокойство?» «Потому что мы забыли о Бхагаване. Причина всех причин. Изначальный источник наших проблем – то, что мы забыли Бхагавана, нашего Верховного Отца. Поэтому мы привязались к этим материальным телам, к материальным мирам. Поэтому главная причина наших страданий – это забыление Бхагавана. Поэтому что нужно сделать вначале? Первым делом – принять приближение авторитетного Гуру. Потому что без него мы не сможем пристизнание о том, как совершать башню. Поэтому про Майя не говорится. Даже если вы станете Брамой или Шанкарой, как Брамой или Шанкар, пока вы не примете приближение у истинного Гуру, вы не сможете обрести освобождение. Поэтому вначале нужно принять приближение у Гуру. И второе – нужно принять и предаться Гуру. Бхакти на самом деле очень простой процесс. Нет ничего проще, чем Бхакти. Что такое Бхакти? Например, здесь мы переложили с одного места на другое. И это Бхакти. То есть не нужно от чего отрекаться. Просто все подвести Бхагавану, все свои усилия. Не нужно ни от чего отрекаться, если у вас вожделение. Господь дает вожделение. У Гопи тоже есть вожделение, но оно трансцендентное, оно чистое. Предложите Господу, если у вас есть жадность, что нужно делать? Тоже просто предложите Бхагавану. Если у вас привязанность, предложите Бхагавану. Поэтому не нужно ничего отрекаться. Просто предложите Бхагавану. Здесь очень хороший пример. Если человек, он любил Пидзингги. Но он не мог переварить. И вот я сказал доктору. Доктор, я очень люблю Гиду, я не могу переварить. Посоветуй что-нибудь, чтобы я не решила проблему. Доктор говорит, хорошо, вот возьми с собой этот порошок. Когда ты захочешь ги, ты просто возьми это лекарство, смешай с ги и можешь это есть. То, как бы, новая проблема решилась. То есть, из-за этого лекарства у него очень много слюны выделялось и таким образом переваривалась ги. Таким же образом, когда мы привязаны к этому телу, считаем себя этим телом и считаем, что мы можем совершать карму, то мы как бы связаны этой кармой. Поэтому мы в этой вселенной вращаемся, как результат наших прошлых поступков, нашей кармы. Поэтому снова и снова приходим в материальный мир и страдаем здесь. Можно посмотреть, что все на самом деле расстроены, кто-то расстроен друзьями, кто-то семьей, кто-то соседними. Внешне они показывают, что мы вроде все хорошо, мы счастливы, но по-настоящему, если копнуть поглубже, то внутри никто не счастлив, все страдают. Итак, когда вы страдаете в материальном мире, это как человек хочет ги наслаждаться, но не может переварить в этом проблему. Поэтому, когда вы обращаетесь к Гурдеву, что Гурдев дает нам это лекарство? Что это за лекарство? Это лекарство любви, лекарство бакти. Просто каждое действие, вы продолжаете деятельность, эту карму, но смешаетесь с бактой. Вы зарабатываете много бедзадей. Используйте деньги в служении Таакуржи. Поэтому ничего нет плохого, чтобы зарабатывать деньги. Нужно просто использовать деньги в служении Таакуржи. Это будет бактой. А если вы зарабатываете деньги, чтобы просто себя поддерживать семьей, это будет карма. И вот пример приводит. Так же как нолик, если с единичку добавили Та слева, то будет сразу десять. Если единичку убрать, добавите еще нулей, нулей добавите с другой стороны. Но единичку уберете, то это будет все равно большой ноль, много нулей. Итак, это единичка, это бакти. А нулей – это материальная деятельность. Поэтому если ко всей материальной деятельности просто добавить единичку, то получится большая сумма. Вы живете в Дармашане или в гестхаусе, просто шутите, просто про жалпы занимаетесь. То есть в материальном мире что происходит? Люди просто болтают друг с другом. То есть вы и так говорите, и так говорите, что делаете. Но если вы это делаете просто как для себя, то это как карма запутывает, которая. А если это делать для Господа, то это будет бакти. Люди не могут не служить. Они служат, если Богу не служит, то служат собакам. Они заводят у себя дома собак и посвящают себя служению. Поэтому если вы… лучше завести так уже, кормить так уже, чем завести собаку и кормить собаку. Поэтому если человек умречет тело, посвящает Господу, то он совершает бакти. Не нужно отказываться от… Поэтому нужно… возьмите за правило, что я буду читать Багават, Мрамайину, Гиду. Каждый день я должны читать. Если вы читаете, и вы будете таким образом воспринимать Харикатху, и само собой любовь разобьется в сердце. Если вы не будете слышать Харикатху, то никогда не разобьете любовь к Багавану. Итак, Рукминия, когда она писала Багавану, она сказала у Кришна, «Я тебя не видел, и ты меня не видел, но я слышал от тебя очень много от Нарады, и просто слушая о тебе, у меня расцвелилась любовь к тебе». Шел бы на рангу своей Махараши, говорит, кто-то пришел к нему и говорит, «Наш сын не слушает нас». Он сказал, «А вы ему Ромайину читаете?» «Нет». «А сыну вы предлагаете Ромайину читать?» «Наш сын не читал?» «Нет». «Наш сын не говорит, если бы вы прочитали Ромайину, если бы вы заставили почитать Ромайину, то он бы предался вам. Молит, слушался бы вас». Почему? Потому что в Ромайине Господь Ромачандр показывает своим примером, он что делает с утра. Он прикланяется. «На 14 лет неусылку, он согласился просто, чтобы слово отца сдержать». «Вы можете своему сыну сказать просто?» «На 14 дней, чтобы сын пожертвовал собой, чтобы ваше слово сдержать. Никак не получится. Дети играют в смартфоны, и вы никогда не вдохновляете их почитать Ромайину». «Х pessoевну из комнатной службы, и вы можете узнать этиOUGH «Законец» который вы получаете физическое и развитиеでした. «Марийшим звук наняшим преобразовавшего мосердем». Субтитры делал DimaTorzok Я помню однажды в Кадхабала и я возвращался из Жеяпура. Там был 10-летний мальчик, я спросил его, как его зовут, его звали. Он был мусульманский из мусульманской семьи. Я спросил, ты знаешь Коран? Он сказал, да, я знаю Коран. Я сказал, скажи что-нибудь. И он начал дизировать Коран. Тогда я спросил, скольки у вас в религии учат Коран? Он говорит, да, обязательно. С двух лет, это ритминку два года. И они читают Коран. И в Жанму тоже я совершил Кадхабу, там была мечеть. Там эти колонки с пяти утра, маленькие дети приходят и намаз читают в пять часов утра. Я помню, слышишь, я как бы просыпался, он говорит, просыпался, просыпался под их молитвы. В деле вы тоже видите, по пятницам. Они привозят своих детей, привозят. Просто трафик останавливается, они никого не обращают, потому что время пришло. Они останавливают трафик и начинают возникнуть, потому что время пришло, возникнуть молитвы. Хинду говорит, так не делают, они стесняются. Поэтому, Гурлы говорит, вы сами не читаете Никиту Мирамайн. Вы сами не повторяете, как вы можете ожидать от детей благочестивого поведения. Это на самом деле проблема не в ком-то там, а в нас. Но надо самим сначала следовать шастрам. Поэтому особая приятность должна быть в Харинаме тоже. В чем эта эссенция Бакова? Там это повторение святого имени. То есть человек, может, прослушав всю Гатху, но не развил веру в Харинаму. Тогда, если энтузиазм повысил свое повторение Харинамы, то это значит, вы... Как бы это результат слушания Бакова, что должно вкус к святому имени приходить. Последнее шлока Бакова там прославляет святого имени. Он говорит, что суть Бакова там в Харинаме санкиртани. Бакова там прославляет Харинаму, как такая другая шастра. Итак, эссенция Бакова там, это слава Харинамы. Если у вас нет веры в Харинаму, не просыпаете после слушания Бхагавата, значит, вы не по-настоящему слышали Бхагавата. Но если у вас растет вкус к Харинаму, это значит, что по-настоящему вы читаете, изучаете шастры. Итак, Кали-югу, кто Бхагаван? Итак, в Бхагава там расписывается, что придет Схитая Махапрабху, рассказывается. Вот и шло. Кто Бхагаван в Харинаме? Он, а Кришна. Он, а Кришна, Он не темного цвета, и Он всегда повторяет два слова, как Кришна. Это Сам Кришна, Сам Верховный Господь, но Его цвет тела, а Кришна не темный. Он светлый, золотистый. Он приходит в этот мир и повторяет Святое Имя. Он приходит, чтобы всем дровать освобождение. Поэтому, если вы прийти в Новодипа, увидите, что все носят Кришна и Схитая Махапрабху, повторяют Кришна. И Он приходит один. Нет, Он приходит со своими спутниками. С лейтенантой Прабо. Два этой Ачарь. Это Хары Пандита. Два этой Ачарь. Сам Махавишни. Этот Хар Пандит. Наши Матера Тхарани. Наши Бас Пандит. Нарада Муни. А какое оружие Он использует в Халиюгу? Это Харинама Санкиртана. Потому что, обычно оружие убивают. Так же, как Рам пришел с луком и стрелами. Он лично был с чакрой. Но Махапрабху, Он пришел с Махаринама Санкиртаной. И с помощью нее Он уничтожает вожделение в сердцах Живы. Поэтому повторяйте Твоое имя. Повторяйте Твоое имя. Оно очищает зеркало сердца. Оно очистит сердце у. И на каждом. На каждом. На каждом. Как бы да. С каждым слогом. Господи считался нефтаром. Святого имя. Это Харинам Санкиртана в Халиюгу. Дарья, Госвами, Кахтан, Каилюгу Кеваданама Адхара. Даже Гасамик Тласедац говорит, что смысл этой Калиюги в Хитеринских имя. Мы говорили так, то есть Бхагаватам подытоживают, что смысл самого Бхагаватам, который смысл Вет, является Хринамом. И так Ашоп и Ратха они организовали как Бхагаватам, чтобы взорвать освобождение своим предкам, чтобы этим поступкам, этим действиям, они организовали Бхагаватам. И вот Бурдев защитывает имена их, родственников. Как Бхагаватам получил освобождение от всех грехов. То есть, ну как бы, Гокарна для него даже проводил пинду в Гае, но ничего не помогло. А что помогло? Слушание Бхагаватам. Поэтому, если кто-то слушает Бхагаватам, освободится от всех грехов. Нету такого греха, который бы я не мог убрать Катха-Бхагаватам. Поэтому эта Катха-Бхагават Катха, она очень прославлена. Господь Бхагаватам, Он сравнивал, с одной стороны, весов, он положил все грехи, а все благочестие, которое можно от чтения Вет, Куран и так далее. А с другой стороны, положил немного результата. Слушание Бхагаватам. Слушание Бхагаватам. И он увидел, что... Слушание Бхагаватам перевесило. Так, слушание Бхагаватам. Не повторимо, никто не может сравниться. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому давайте поблагодарим организаторов. АПЛОДИСМЕНТЫ ШИЛИКУРАДЕВУ. МАТХИ. С детства. Он слушает Харигуру и Вайшнаву. АПЛОДИСМЕНТЫ СИЯЧИСКИМИ ИЗЯЧИСКИМИ СПОСОБОМИ. И он помог... Как только... Сильно помог, чтобы организовать эти мероприятия. Субам Прабу также убрать. И все Севаки. Этого Матха столько много, чтобы Бхагаватам проходили. Адори Лам. Очень красивые Кирилланы Белья. Вшитадам Прабхуд. И все Севастопы откроют. Вшитадам Прабхуд. Вшитадам Прабхуд. Вшитадам Прабхуд. Отвечали за музыку. И также всячески помогали другими способами. Тоже давайте всех поблагодарим. Много наших духовных братьев, сестер, учеников, они вложились хорошо, чтобы мероприятие это состоялось. Помогали всячески. И вся аудитория также. Спасибо. Если Шукадевга с вами сидел и не было бы аудитории, он бы не рассказал Бхагаватам. Поэтому если нету слушающих, то нету и Кадхи, как спикер будет говорить. Поэтому пришли сюда. Давайте аплодируем друг другу. Аплодируем себе. Аплодируем себе. Также преданные, которые готовили праздник 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 праздник. Аплодируем себе. Если бы не было звука там, то тоже ничего не было бы слышно. Поэтому если кто-то хоть как-то поддержал Бхагаватам, я очень сильно благодарю их, благословляю. Аплодируем себе. Все и всех игру организаторов я предоставляю. И также давайте поаплодируем спикеру также. Поэтому я прошу Ваших благословений, чтобы я всю свою жизнь продолжил служить Хари Гуру Вайшнавам. Пожалуйста, все благословите меня. Сейчас Кришандас будет рассказывать. Завтра Барикрама идет в бел ванн. Поэтому это Гупинат Павана. Кришнадас. Поэтому будьте осторожны. Аккуратно. Пусть садится в ловко. Пусть садится в ловко. Пусть садится в ловко. Пусть садится в ловко. Николай. 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 Наб 싸ю на ловко. Ещеrain. Готови. Спортить.